Не только красота, как чернобрывцы в огороде помогут защитить ваш урожай. Благодаря своей декоративности и удивительной неприхотливости чернобрывцы завоевали завидную популярность у садоводов. Их можно увидеть практически у каждого дома в украинском селе. Да и в городах на клумбах тоже нередко. Кроме красоты, эти цветы также чрезвычайно полезны, если правильно их сажать. Читайте в нашем материале ниже, как чернобрывцы помогут вам сохранить урожай от вредителей и где их правильно высаживать. Чем полезны чернобрывцы в огороде? Цветы чернобрывцев, бархатцев, источают резкий запах, который не любят многие грызуны и насекомые, чтобы отпугнуть их. Цветы следует высаживать по периметру грядок или между рядами посадок. Так, высаживая рядом с капустой, можно снизить риск поедания ее совкой. Белянкою капустной, рядом с луком, уберечь от луковой мухи, между клубникой, от земляничного долгоносика. Кроме того, запах бархатцев не любят колорадские жуки и тля. Причем пахнет не только само растение, но и его корни. А этот запах отпугивает проволочника. Медведку, нематод, микроскопиных червей в почве, паразитирующих на растениях, многие садоводы разбивают клумбу с чернобрывцами возле молодых плодовых деревьев. Что защищает их от болезней и вредителей? Фитонциды этих цветов уничтожают грибковые инфекции, вызывающие фузариоз у растений. Для обеззараживания почвы их высаживают на огороде. А после цветения заделывают в землю. Через месяц это место готово к посадке новых культур, кукурузы, ячменя и других. Кроме того, из чернобрывцев также получают хорошее органическое удобрение и компост, их выращивают как седираты, чтобы оздоровить структуру почвы, применяют как мульчу и даже борются с сорняками. Ранее мы писали, какие растения нельзя сажать рядом с помидорами и почему. А также сообщали, как правильно срезать и хранить пионы в вазе, чтобы красивый букет радовал вас не один день.